Всем привет! Начинаем с вами новое видео. У нас уже день близится к финишу. Мы вышли прогуляться. Купили, я вам сейчас покажу, вот такое мороженое вишневое. В баночках я такое не пробовала никогда. В общем, сели здесь в тенечке, на таких удобных... Где моя Анютка? На таких удобных креселках. Видите, тут много. Я вектаю. В общем, сидим, как бы такой мини-парк. Немножко отдохнем, поедим мороженое, прогуляемся. Приглашаем в наш день провести время с нами. Сейчас посмотрим, какое мороженое внутри. Вкусное или нет, мы первый раз купили. Девчонки, вот такое мороженое. Сейчас распакуем, оно тут запаковано. В комплекте идет вот с крышечкой ложечка. Сейчас будем пробовать. Вкус вишня. Как вишня в коньяке. Вот. Вкус вишни в коньяке. Анютка говорит, какой-то необычный вкус. Написано кирч. А кирч, это, насколько я знаю, если я ничего не путаю, это швейцарский алкогольный напиток. В общем, мороженое вкусное. Анютка наестся мороженое и будет буянить, да? Ну, вкусно же. Ярик, тебе вкусно? Ярику тоже нравится. Ярику тоже нравится. Да, есть напиток алкогольный, кирч. Это вишневая водка. В общем, с алкоголем. Ну, со вкусом алкоголя понятно, что алкоголя в морожене нет. Мороженого наелись. Ну, в целом, оптимистично. Не скажу, что я во второй раз бы его попробовала. Анютка, конечно, говорит, я поняла, что я не люблю алкоголь, но как один раз попробовать? Это, конечно, здорово. Ой, девочки, мы тут на такую авантюру повелись. Тут в Швейцарии очень популярны лотереи. И мы смотрим, что местные швейцарцы постоянно покупают эти лотереи. Знаете, вот прям приходят, я не знаю, там на 100 франков. Вот такими стопками. Ну, не такими прям, но вот такими стопками они эти лотереи уносят. И я не помню, когда мы последний раз играли до Швейцарии в лотереи, но мы тоже решили попробовать. Купили сегодня билетик. Там сегодня, не знаю, сколько человек было в очереди. Сколько, Анют? Человека три, да, было в очереди? Два. И очередь бывает и пять. И, в общем, люди здесь действительно очень любят играть в лотерею. И мы сегодня купили самую дешевую лотерею. Она стоит 4 франка. Вот такая лотерейка. И мы решили попытать удачу. А вдруг? Вдруг мы тоже счастливы, и что-то выиграем. Такое ж тоже бывает. Люди ж не просто так их покупают. Люди что-то выигрывают. Ну, проиграем так проиграем, да? И мы решили вот самую, такую, самая-самая бюджетная лотерея. 4 франка стоит. По 4 франка, по-моему, 2 или 3 вида лотереи. Но это самая простая. Два? Два. Это самая простая. Поэтому мы решили сыграть вот эту в эту. Сейчас будем с вами стирать. Нужно стереть вот эти вот ключики. И если там под ключиками цифра, и если эта цифра совпадает с какой-то из этих цифр здесь, то тоже стираешь. И если собираешь все цифры, то вот открываешь сундучок и твой приз. Поэтому давайте попробуем поиграть в лотерею. Попытаем удачу. Ярослава нас будет сегодня ассистировать. Значит, стираем первый ключик. 73. И вот 73 цифра. Значит, стираем здесь. Следующая цифра. 51. Ищем 51. Я не вижу, есть. Есть 51. Вот цифра. Надеюсь, вам видно. Так, следующий ключик стираем. 83. Вот 83, сынок. Давай дальше. И так пока все не сотрем. 36. Есть. Угу. 60. 60. Вот 60. 37. Нету. 37 нету. 25. Есть 25. 31. Вот, 31. 69. Вот. Да не значит, что вы выиграете. Купите лотерею, выиграете. Не обязательно. 80. Вот. Ну, мы тоже решили попробовать. 92. Стирай. 0,7. Ты 70 стер. Вот 0,7. Ничего страшного. Вот 10. Давай еще. 61. Вот. И последний. 70. Ничего мы не выиграли, да. Не выиграли мы ничего. А, ну, Ярик, смотри, какие призы были. Здесь был приз 40 франков. 20. 6. И 4. Если бы у нас попало 96, еще цифрка, то мы бы выиграли 400 франков. Но, вы знаете, что лотерея это не погоня за удачей, а погоня за неудачниками. Поэтому мы проиграли. Больше играть не будем. Я считаю, что это честно. Я сегодня в инстаграме увидела обалденный рецепт, ну, по крайней мере, по видео, банановых оладий на дрожжах необычных. И мне так захотелось их попробовать. В общем, сегодня у нас с вами экспромт. Я буду готовить первый раз, скажу вам, вкусно или нет. Значит, у нас один банан. Добавляем сахар по вкусу. Я добавлю 3 столовые ложки такие полные. Экстракт ванили. Ну, ванилин, что у вас есть. Два яйца. Упала, упала, курочка. Одно яйцо. Второе яйцо. У меня целая чашка. Я подогрела молоко. Девочки, оно прям кипяток. Прям вот горячее-горячее. И выливаю его сюда. Видите, аж... Оп, пристала. Пенка аж образовалась на молоке. Потому что я его так интенсивно в микроволновке подогревала. Так, и добавляем сюда дрожжи. Нам нужно пол пакета дрожжей. У меня 7 грамм. Ровно пол пакета добавлю. Там по... Ой, по рецепту было пол пакета дрожжей. Так, я надеюсь, вам видно. Я добавляю как себя на глаз. И щупаю пакетик. Еще чуть-чуть. О, как раз ровно половину. Даже капелюшку еще добавлю. И теперь нужно все это блендером превратить в однородную массу. Новый рецепт. Получилась вот такая однородная масса, которая очень-очень сильно пахнет бананом. Бананом и ванилью. И мы начинаем сюда подмешивать муку до консистенции, как вот на обычные оладушки. Сейчас, девочки, я возьму венчик. Будем с вами замешивать, как на обычные оладья. Видите, еще мало муки. Добавим еще. Я думаю, что этого будет более чем достаточно. Хорошо все вымешиваем. Хотите больше оладиков? Вы делаете на 2 банана. Ну, вы поняли, да? На 3 банана. Масса уже пузырится. Молочко теплое. Дрожжи с сахаром вступили в реакцию. Все, девочки, сейчас хорошо вымешу все, чтобы было без комочков. Маленькую я себе мисочку взяла. Хотя, хорошо все вымешивается. Понятка, а ты там как слоненок ходишь. Вымешиваем. Сейчас я вымешу, чтобы комочков не было. Тесто хорошо вымесило, комочков нет. Оно чуть-чуть жиже, чем на обычные оладьи. Не на много. Потому что тесто дрожжевое. И мы сейчас будем, накроем его пленкой. И оставим на 20-30 минут. Наше тесто должно подойти. И будем выпекать такие необычные, то ли оладики, то ли блинчики. Я вам так сразу и сказать-то не могу. Тесто такого красивого цвета и очень вкусно пахнет. Все, мои хорошие, вернусь к вам через секунду. Ну, грубо говоря, через час. Девочки, посмотрите, как у нас подошло тесто. Просто сплошной пузырь. Сейчас я возьму половник. Посмотрите, какая прелесть. Надеюсь, вам хорошо видно. Сейчас мы будем наши оладушки выпекать. Как их выпекать будем? Просто на сковороде слегка смазанным маслом. На сковороду налила немного масла. И вот так вот кисточкой распределяю масло. То есть у нас не должно кипеть, а у нас должно как бы просто все быть хорошо промазано. Так, сковорода у меня разогревается. Я включила четверку. Вот здесь у меня четверка. Сейчас сковородочка подразогреется и будем с вами выпекать. Это я играю. Это я играю. Нажала и добавила до девятки. Наше тесто, девочки. Вот такое. Ну, на мой взгляд, сковорода разогрелась. Поэтому мы начнем на нее выкладывать наше тесто. Берем вот так вот. Половничек. И мы должны вот так вот распределить, чтобы было не сильно толсто. Вот так вот. Девочки, напоминаю вам, что я готовлю это первый раз. Распределили. Ждем, пока немножко прихватится снизу. И потом будем переворачивать. Блинчик немножко прихватился. Сейчас мы посмотрим. Да, снизу уже поджарился. И вот так вот переворачиваем его. Девочки, пахнет просто отменно. Бананами, дрожжевой выпечкой. В общем, нужно пробовать. Я надеюсь, что пахнет на вкус, будет так же вкусно, как и на запах. Так, пока блин печется, смотрите, как тесто подходит. В бананах тоже сахар. И из-за этого тесто такое мне нравится. Я вообще обожаю все делать из дрожжевого теста. Проверила. Блин испекся. И мы его перекладываем на тарелочку. Сюда будем разливать следующий. Разливаем точно так же. Берем половничек в центр. И вот так вот выравниваем, чтобы он был не сильно толстый. На баджетичке я все делаю на глаз. Ждем, пока схватится. Решила попробовать этот накрыть крышкой. Посмотреть, пышнее получится или нет. Сравним, но нужно ли накрывать или нет. В общем, девочки, можете не накрывать. Разницы никакой от слова совсем. Какой-то тут у меня белее получился. Наверное, нужно огонька добавить чуть-чуть. Допекаем. Разливаем следующий блин. Накрывать смысла нет. Вы видели, разницы в блинчиках нет. Поэтому, в принципе, этого можно не делать. Переворачиваем. О, этот подрумянился. Я, наверное, просто мало подержала. Третий. В общем, девочки, принцип приготовления этих оладушек вы поняли? Сейчас я допеку все. И будем с вами дегустировать. Я надеюсь, что это будет очень вкусно. Мой главный дегустатор. Да? Дегустатор главный. Девочки, вот такая стопка получилась у нас. Блинов. Или оладий. Я не знаю, что это точно. Но выглядит, да, это очень аппетитно, очень красиво. Анютка говорит, что ей прям запах очень-очень нравится. Давай пробовать. И скажи нам, вкусно или нет. Сидайте. У нас Аня любит все, что связано с блинчиками, с оладушками. Давай сначала без варенья, да? Сначала просто. Я достала шоколадную пасту и малиновое варенье. Чаек заварила. Они пышные. Они пахнут с добой, бананами. Я не пробовала еще. Давай. Новый рецепт. Мы давно показывали себя разрезать. А ну подожди. А отрежь мне маленький кусочек. Вот здесь. Вот я держу. Отрезай. Давай. Первое ты пробуешь, потом я. Я помню, давно вы все равно показывали себя. Разрезать. Сотрите. Да, в разрезе, кстати, очень пышные. Вкусненько. Девочки, реально вкусно. Знаете, что-то между дрожжевыми оладьями, с сушеными бананами и какой-то с добой, да? Вот так, это булочка. Да, вот как булочка, да. Очень вкусно. Бери варенье или шоколадную пасту. Конечно, шоколадную пасту. В общем, мы первый раз готовили. Это правда очень вкусно. Я вот заварила чай. Сейчас мы оторвемся, да, Анют? Не знаю, девочки, как встать. Как-то темно. Я лампу включила, когда темно кажется. В общем, мои хорошие, всем приятного аппетита. Надеюсь, что этот рецепт вам тоже понравится. Да? Да. Сейчас Ярослав скажет свой вердикт. Анютке очень понравилось. Такой свет какой-то, что вы все, желтоватого оттенка. Ну, Ярик. Растуха. Ярослав всегда более серьезно подходит к оценке. Если ему что-то не нравится, он всегда открыто говорит. Нравится? Готовить еще такое? Да. От одного до десяти. А ты оцени от одного до десяти. Восемь. Восемь? А почему не девять? Отмечай больше сахара. Побольше сахара нужно, да? Да. Девочки, мы первый раз такое готовили. Первый опыт. Вот Анютка говорит добавить больше сахара. Видите, у нас уже и блинчиков-то мало осталось. Ярик, а тебе достаточно сахара? Нет. У нас Ярик не любит все приторное. Вот Анютка любит, чем слаще, тем вкуснее. А Ярослав... Ярослав вообще не любит сильно сладкое. Поэтому давай с этого начинать. В общем, Анютке чуть-чуть не хватает сахара. А Ярику хорошо. Девчонки, у нас уже темно. Хотела закончить сегодня видео небольшой рубрикой, что купила. Мы сегодня немножко подарки купили. В общем, заехали мы сегодня. Были в Купе. Были в Алде. Гуляли по городу. Заходили в Монор. В общем, сейчас я вам покажу, что купила. Чипсы купили. Анютка себе такие захотела с паприкой. Типа Принглс. Ярик взял себе такие. Это на это же фирма Снэкфан. В Купе. Вот это все купили в супермаркете Куп. Апельсиновый сок, кстати, очень вкусный. Стоит всего франк 20. Вы знаете, что у меня муж коллекционирует алкогольные напитки. Я ему купила в подарок, девочки, три таких алкоголя. Вот эти маленькие бутылочки. Сейчас я открою, вам покажу. Это такой, как настойка. Сейчас камера, фокусируйся. Как настойка такая. Видите, три маленькие. Вы понимаете, что все большие я много не увезу. Муж у меня не сильно любитель настойок. Но ему интересно будет попробовать. Купила такую. Купила Кирч, кстати. Кирч. Кирч стоил 27,5 франка. И 26,5 франка стоила вот такая грушевая водка. Это типичные швейцарские напитки. Это именно Швейцария. Я думаю, что моему мужу понравится и коллекция его пополнится. Мы потихоньку. Это не значит, что мы завтра уже уезжаем. Нет. Я просто с вами делюсь. То, что я купила. Может быть, вам тоже это будет интересно. Анютка себе купила в Купе вот такие джемы. Девочки, здесь 150 грамм. Сколько стоили джемы? 2,5 или 2,20 франка? Сколько? 2,5 или 2,20? 2,20. 2,20, Анют говорит. Здесь 6 видов по 25 грамм. Моевовые, апельсиновые, вишневые, малиновые, абрикосовые, клубничные джемы. Анютка любит с блинчиками, салатиками. Это вкусно. А я, девочки, себе купила. Зашли в Манор. И там была акция. И я решила, что мне очень надо. Не знаю, зачем. Но надо. Это вот такая терка. Видите? Сейчас. Она нарезает, трет шоколад. Мелко нарезает клубнику и какие-то ягоды. Нарезает крупной соломкой, мелкой для моркови по-корейски. Тут же это поворачивается тонко. Нарезает яблоки, баклажаны, помидоры. Кстати, какая-то для Ютуба, кстати, есть даже на украинской мове. Украинская терка, это слайсер. Видите, как салаты делает. Все, цена у нее была акционная. Девочки, вышла она мне 10 франков. Сейчас я вам ее раскрою, покажу. Не буду прям с клеенки доставать. В общем, сама терка. Здесь нож. Вот это двухсторонняя здесь. И здесь, видите, на таком колечке, чтобы не терялись насадки разные. Видите, нарезки. Вот это вот для морковочки по-корейски. Видите, меленькая такая. Ну, давай фокусируйся. Будем с вами потом кулинарить. И удобный держатель. Мне нравится, когда держатель с вот такими вот иголками. Тогда хорошо держится. В общем, я люблю всякие кухонные утвари. Я вам скажу честно, хорошую терку найти, это реально подвиг. Их было много. Я их до этого видела, неделю назад. И сегодня захожу, таких терок осталось две. Их просто все разобрали. И я решила, что, значит, мне тоже нужно. Поэтому у нас сегодня вот такие покупки. У нас уже почти 10 ночи. Мы пока поужинали, попили чай, поболтали, посидели. И, в общем, поэтому будем собираться с падки. Всем желаем спокойной ночи, хорошего настроения. Анютка, где ты? Иди сюда. Иди сюда. Ты будешь всем спокойной ночи желать? А она там сидит все время. Все время в том кресле-лежаке. Ну, говори всем. Спокойной ночи. Всем нравится, когда ты разговариваешь со зрителями. Ну? Спокойной ночи всем, всем, дорогим подписчикам. Девчонки. Анютка, знаете, вот когда я ее зову, она начинает стесняться. Когда я вот ей ничего не говорю, она вообще себя ведет свободно, как ей нравится. Все, мои хорошие, спокойной ночи. Увидимся с вами завтра в новом видео. Всем пока-пока. Пока-пока.